...приемные суда не будут повторяться, а это нам присутствует на главном. В прошлом году, ваше честь, я читал в Государственном архиве Российской Федерации следственное дело своего деда Алексея Сергеевича Трамузы, который подсужден в декабре 1937 года по печально известной статье 50 по судебности Уголовного кодекса РССР за то, что высказывал враждебность руководителям партии и правительства. Это цитата из органического заключения. В нашей стране миллионы семей, которым могу сказать, похожие истории. Но во сроке, к сожалению, это уже не только история, потому что в России снова возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьмы и судят за взгляды и мнения, не совпадающие с мнением власти. Именно и исключительно за публичное высказывание моей политической позиции были возбуждены те два уголовных дела, которые мы обжаловали на связь на сегодня, и еще одна, которую мы обжаловали отдельно, здесь же с вашим же участием, в минувшем летом, и все три сейчас заведены в одном общаке производства. Все пределы ли мы рамках этих дел, предназываемые преступные эпизоды, это вы открытые выступления, как российского политика, против войны в Украине, против объявления сроков и пожизненной антурбации власти господином Путиным против цензуры, политических репрессий, политических убийств в нашей стране, в том числе убийства моего соратника и моего друга Бориса Немцова. Господин следователь в своем постановлении расценил эти мои публичные выступления, как, я цитирую, дискредитацию руководства страны и проводимой внешней и внутренней политики, конец цитаты, и квалифицировал немного и мало по статье 275 Уголовного кодекса «Госуданственная измена». Ваша честь, я историю вам разорванию и стал вспоминать, когда в последний раз в нашей стране публичную критику власти официально квалифицировали как измену. Было в феврале 1974 года, когда обвинение в измене Родины предъявили Александр Исаевич Солженинцевым после публикации «Великие книги» Архипелла Гулана. Для меня, безусловно, огромная честь находиться в такой компании, но сегодня мы говорим о праве и о законе. И как хорошо известно Суду, в соответствии с фундаментальными нормами российского и международного права, в том числе 29-й статью Конституции, 10-й статью Европейской комменции о защите права человека и основных свобод и 12-й статью Международного пакта о гражданстве в политических правах, право на свободу выражения мнения и на свободу рассустранения информации является неотделенным и несытным правом и в принципе не может образовывать составы и события какого-либо преступления и, соответственно, являться поводом для возбуждения каким бы то ни было уголовных дел. Именно на пятом основании я прошу Суду признать незаконными и отменить указанное представление следователей. И последнее. Осенью 1991 года генеральный прокурор СССР Небалай Группин направил Александру Солженицу обведомление о прекращении дела о прозвении за отсутствием состава преступления и принес ему официальные извинения за неправоверные действия прокуратуры. Александр Александрович, Вы знаете, что ждали этих свиней недолгие 17 лет. Учитывая тиберейшую скорость исторических процессов, я уверен, что мне придется ждать значительно меньше. Спасибо.